Две мясные, котлеты, гриль, специальные соусы, огурцы, салаты, лук, все на булочке с кунжутом, только так! Народ, привет! Катерически рады вас видеть у нас на канале Мужики у плиты. И сегодня мы возвращаемся к нашему формату роликов. Купить или приготовить. И будем мы сравнивать классику мировую. Биг Мак. Огурцы, салаты, лук, все на булочке с кунжутом. Подумали о себестоимости. Что же будет интереснее? Сходить в Макдаечку или сделать все это у себя на кухне. Типа польза домашнего, одно и то же. Одна и та же булка и котлета, поэтому польза здесь и здесь одинаковая. Просто что быстрее, что проще, заказать Макдаечку, либо сделать, заморочиться самим. Ну, свеженькое и вкусное, потому что приедет запаренный уже. Так, ну смотрите, разберем, взвесим все по компонентам, чтобы бухгалтерия была точной. Константин, приступай, я буду записывать. Начнем мы с гамбургера. Так, итак, что у нас в гамбургере? Состав гамбургера вы, в принципе, знаете. Визуально представляете, о чем идет речь. Итак. Во! Во! И... Ну, смотрите, да, как бы я там поправлюсь. Шлепок огурца, небольшой, да? Да, не то, шлепок. Вот, один, одно кольцо огурчика. Так. Себестоимость огурца весит, а на 5 км ноль. Два грамма. Ну да, что-то такое, непонятно. Два грамма. Вот, все-таки там тарелка. Дальше. Давайте, собственно, мясная наша котлета с неким таким вот количеством лучка. 35 грамм. 35 грамм. Соответственно, смотрите, котлеты ужариваются в среднем в половину, да? И примерно для того, чтобы получить вот такую котлету на выходе, мы возьмем порядка 65-70 грамм фарша. Так, ну и остается у нас булка, но булка, она пропитана вот с этими вот всеми соками. Давайте сейчас ее взвешиваем, да? 55. 55 грамм. 55 грамм булка. Ну, даже в чем, получается, и соус. Ну, соус, да. Соответственно, булка, наверное, грамм 40 будет весить. Хорошо. Так, следующий у нас идет Биг Мак. Удивительный, кстати, продукт этот Биг Мак, да? По нему, что измеряется? Как это называется? Индекс Биг Мака, да. На самом деле, английский журнал «Экономист», он ввел этот индекс для, так скажем, бытового использования, чтобы люди, которые не погружены в вопрос финансов мировых, могли оценивать покупательскую способность с каждой стороны. Ладно, это в частности. Значит, смотрим, что у нас здесь. Ну, такая же Катлета. Давай с нее начнем. Давайте начинаем. Катлета. Погоди. Катлеты. У две двоих, конечно. Раз. Две котлеты, соус, сыр. Ты что, песню не помнишь? Такс, 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 такс. Это здесь без сыра, который, а потом сыром подвесим и вычленим вес сыра. Ну, давай, знаешь как? Катлета здесь 32 грамма, соответственно, тоже самое получается, да? Получается. 35, ну, там, то, что было здесь. 35 на 2. Так, 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 так. Один пластик сыра. Здесь два огурца. Раз, два. Ну, пиши на 3, два. Четыре грамма. Четыре грамма. Так, дальше. Ну, булка наверняка она весит точно так же, как и... Нет, пока она из трех частей у нас. Булка из трех частей. Ну, 55 умножить на полтора. Давай. И, соответственно, кусок сыра, он, наверное, один. Может, мы свой кусок? Ну, вот у нас, да, что-то здесь сыр. 150 грамм, 10 кусков. Соответственно, 15 грамм весит сыр. Кусок сыра, да. 15 грамм прописано. Сыр и салат айсберг. Ну, вот я могу, примерно такая же мельчика она была. Ну, 15 грамм. В 20 грамм добавим. Ну, в принципе, все. Это все, что забрать. Самое основное, да, почему Big Mac настолько популярен во всех странах, это то, что у него есть... В его состав входит неповторимый, потрясающий вкусный соус под названием... Соус Big Mac, соответственно, да. Раньше это было секретом, но мы секреты все раскрыли, и Макдональдс вывесил на своем сайте, если хотите, можете посмотреть. Мы его сейчас для вас приготовим. Покажем, из чего он делается. Делается все довольно просто. Это майонез. Мы возьмем сладкую горчицу, майонез, сделаем пюре из... Как это называется? Из огурца. Добавим молотую паприку, чеснок, и получится оригинал один в один. Слушай, мы давай, наверное, соусы начнем, да? Итак, сладкая горчица у нас. Одна столовая ложка. Далее майонез. Столовых ложек целых. Держим. Три? А, винный уксус. Раз, он шлепает. Майонез, салатый лук. Давай, я убираю. Сушеный лук, чеснок. Мы его заменим. Ничего, чеснок есть, лук у нас нет сушеного, к сожалению. Чеснонечок. Доели, вчера делали хот-дуги. Щепоточку. Так, пюре из огурцов в сладком маринаде. У нас домашний, да, слабосолененький. Сладковатый. Он очень вкусный, очень сладко-острый. И, собственно, винного уксуса тоже одну чайную ложечку. Забыл паприки немножко добавить. Вот это как его зовут-то? Красно-сладко-молоко-паприка. Давай ее. Щепоточку. И будем блендерить. Так, ингредиенты у нас все вот в отрях. Попитаешь? Давайте. Пока Константин взбивает соус, я вот начну запечатывать булочки. Зачем, в принципе, булочки обжаривают. Да, делают им эту корочку. Для того, чтобы соус не пропитывал булку все до конца, да, а оставался как бы вот на котлете потом на язык падал. Пальцами будем пробовать. Пальцами будем пробовать. Прям огуречный такой вот привкус и яркий. На самом деле в банках продается сладкий овощной соус. Если не хотите морочиться, майонез, сладкая горчица и пару чайных ложечек сладкого овощного соуса этого. Я занимаюсь луком и овощами, ты занимаешься мясом. Можно я огурца побольше, чем 2 грамма нарежу? Нет, это значит, что это эксперимент, она вот утеряется. Огурцы и салат, да блин. Сразу же фарш мы еще добавим. Соль, перец. Для того, чтобы повторить бигма, как в Макдональдсе, нужно иметь очень острый нож. В классике не идет, в классике только соль, перец. Кстати, для, скажем так, ликбеза такой небольшую ремарочку сделаю, пока костик мешает луку. Вы знаете, что у Макдональдса 30% квоты беспошлиной на экспорт мяса сюда. Мы, к сожалению, не имеем такую квоту, но мне кажется, что себестоимость нашего бургера будет все равно ниже. Булочки почти готовы, овощи готовы. Осталось дождаться Константина и наслаждаться, пировать. Так, давайте все, наверное, распорционируем пар. У нас там получилось по 75 грамм, да? Ну да, по 65-70 грамм. Ну да, по 70, ладно. Так можно и по 75. Сырок, сырок готов. Это есть, это есть, ну что ж, дам только тебя. Булки запечатываются. Так, а нам нужно будет 3, да? Слушай, нет, ну как 3, у нас много. Все весь фарш каталит. А для того, чтобы у нас год первые 3, да? Ну что, клавашка готова, Андрюш, я начинаю как-то в котлетки вращать. Маслица. Давай, давай, покраску. На кое-какое масло. Прикольно, я тебя в масле режу, ты отражаешься. Погнали наши городских. Все, на булочке с кунжутом только так. И это огурец. Так, я собираю булку под гамбургер. Смотрите, так, первый слой у нас идет огурец. Огурец. Ты нашу мешает, да? Все, не переверну последую. Огурец. Немножко луку. Ждем котлета пока приготовится. Так, здесь у нас сверху кетчуп. Кетчуп. И горчица. В Макдачке есть специальный дозатор такой, знаешь, да? Под кетчуп с горчицей. Я чуть не видел, наверное, не обращал внимания пока. Новенькая. Так, ну еще на самом деле булку можно, если хотите, смазать не слегка-слегка-слегка, а сахарным сиропом, водичкой. А что это улез? Мягкость, сочность, усилит вкус. Ну, погоди, а в Макдачке так делают, да? Слушай, ну, судя по консистенции, мне кажется, делают. Слышишь, как она мягкая получается, как-то пропитанная. Она не может пропитаться просто так. Так, ну что, давайте, первая котлета готова, нет? Готова. Готов? Готов. И хва. Да. Что вам предлагают фасуды, что вам предлагают мужики у плиты. И вариант номер два. Первая булка пустая, ждем котлету. Котлета готова. Вторая булка пустая, а дальше у нас пойдет начинка. Ну вот она. Трава, мурава и, собственно, наш соус. Дай, пожалуйста, ложечку чайного. Так, соус. Много соуса. Лучок. Салатный лист. Ждем котлету. 35-граммовая котлета. Котлета, соус. А, сырочек положим, пока она горячая, чтобы он растаял. Соус. Два. Три положил, ничего. Булка, котлета. Да, давай-ка соус не надо, если я к булке. Там нету соуса. Ну ладно, давай сделаем. Мы себя все-таки любим, сделаем. Чтобы была мордин пошутка. Опа. Еще 30 граммов. Красота. Как это в рот запихивает? Так, ну чего, опять-таки, к вопросу, да? Все на булочке с кунжутом. Знаешь, что предлагаю? Давайте сейчас мы посчитаем, и вам итоговые выжимки по финансам все. В эксельском файлике прям подвесим сюда. Давай? Давай. Ну что ж, подводим итоги для самых внимательных. Наш. Не наш. Не наш. Наш. Собственно, подбили. Ну смотри, да, начнем с этого. С Big Mag. Итак, Big Mag Mass. Брали мы его в промо-наборе. Два по цене одного, слонга, да? Служба доставки. Стоимость его в Макдачном 135 рублей. Стоимость нашего Big Magа, ну, он немножко клиноват, конечно, да? Но это не умаляет его вкуса. Клин, мэдный. 88 рублей. Решили мы, как мы будем есть, вот так вот, опа, и все зайдет хорошо. А вот по гамбургеру, на самом деле, очень интересная песня получилась. Стоимость гамбургера Макдачного 50 рублей, чиз-гамбургер, да? 48, 48. А стоимость нашего домашнего 42. Да, при этом мы, как бы, эти 42 рубля еще не погружали ни, ну, нашу работу, ни масло, ни электроэнергию. И получается, что себестоимость, как раз-таки, от самого ходового бутерброда Макдональдса... На нашей себестоимости домашней. Да, при этом говорить о том, что это все делается достаточно быстро, но тоже, наверное, не получается. Зато сама атмосфера какая, вы дома, да, вы здесь с семьей накрыли все это дело, вот тут... Молочня бегает кругами, мы сейчас поедим из Макдональдса. Пап, 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 ездай, ездай, давай. Поэтому, друзья, что касается купителей приготовить, вы увидели, да? Решайте сами, но готовьте с нами. И готовьте лучше нас. Пока. Счастливо. Огурцы, салат, и лук. Все на булочке с кунжутом только так. Это соленая горит. Соленая. Есть. Чуть я не легнул. Продолжение следует...